всем приветик сегодня по-прежнему 17 я перемыла все окна двери кухню но все равно все переделать не удалось поэтому еще осталась работа на завтра но это уже мелочи там сантехника и все такое я довольна что я все сделала что планировала но сейчас бы хорошо упасть и вытянуть ножки а я вот уже оделась и бегу на тренировку потому как у меня сегодня рабочий день но зато я сейчас попрыгаю и забуду про всю эту уборку да скоро я буду хвастаться своим гардеробом потому что сейчас я опять иду на тренировку ко мне опять приют лариса это моя швея и она мне там еще ждет комбинезон я вот вам ткань показывала еще там одно платьице и еще такие широкие светлые штаны ну скажем брюки но это не брюки это действительно штаны они широкие как юбка и вот когда это уже все будет готово я просто соберу весь свой новый гардероб и буду устраивать демонстрацию своей новой одежды которую я еще даже не одевала потому что вот платьица в этом я прошлый год ходила и в этом году хожу все ребятки побежала на тренировку но я с вами не прощаюсь потому что я еще буду обязательно хвастаться своей упоркой до встречи на моей кухне я просто обожаю свою кухню когда она выглядит вот так красивенько переливается вся плитка когда все чистенько и красивенько к сожалению я не успела помыть вытяжку но я обязательно это сделаю завтра зато все ручки просто сияют просто переливаются на кухне вот так красивенько переливаются ручки класс вот это я люблю ко мне пришла людо с перчиками сыром фето а пришла людо куда на тренировку до тренировались попрыгали уже мокрые вспотевшие перцы и кушать кстати лайфхак как их кушать они очень жидкие и как выливаются чтобы не выливались берешь за кончик перчика и так как мидию колласс или как шо вы там ели не мидия устрицы устрицы как устрица ну в общем перец устрица такой колласс спасибо будем пробовать будем снимать так ребятки я уже дома я уже потренировалась ничего не предвещала вечер в пятницу опять весело погулять но на тренировочку ко мне пришла людмила ну и не только людмила конечно и влада и владина мама в общем я вам сейчас их всех покажу и что принесла людо тоже покажу а у меня на тренировке было влада а я владу поздравляю потому что у нее включили монетизацию благодаря вам нашим подписчикам всем спасибо сердечко от влады ну были самые стойкие сегодня на тренировке света фон уже одевается влады на мама людо-люда у нас люд много до 1 людо 2 людо наташа ну уже все поразбегались а я вот здесь вот готова готова была бы еще попрыгать не хочу я комплекс менять я хочу чтобы собрались люди а потом поменять комплекс так ладно короче тренировка закончилась мы звезды мы молодцы а вот теперь это самая людо он она видите а почему у меня люди а а потому что люда скоро идет в отпуск и получила отпускные есть повод так ну во первых есть повод обмыть опус отпускные поэтому людочка по этому поводу вот смотрите что мы сегодня пьем оба на это ром решили вспомнить египет и раз в этом году в египет не едем так хоть рома выпьем но основная цель была у люди это пофоткать фотографии с маленькой маши смотрите это маша где-то там было еще что-то переворачивать короче почему фоткает машу о этом наши задницы ну вот еще покажи вот это что-то попалось тут только что наша задница с викой а опа капец прикалывались прикалывались да ну в общем короче маша и моей внучки она еще и он алмазик такой я вика и машу ничка мой зайка в общем маша скоро 20 лет а люда же меня стихоплет еще тут она всем на дни рождения обычно делает такие видеоклипы со стихами с музыкой там все такое ну и конечно же готовится 20-летию машину чтобы сделать ей просто фильм от ее самой маленькой и как она там по мере того как она росла и конечно до ее теперешних 20 лет так что когда будет клип я надеюсь все его увидят потому что ну на машин день рождения и у люды на канале он обязательно будет поздравление маши вот в общем люда сидит у меня фотографирует все а у меня сегодня просто как бы ну сплошные это сюрпризы вот как можно было сегодня не собраться и не выпить если приходит света влада на маму и приносит вот это зная как я люблю сухое красное вино вот после нашего отдыха коблева решили они меня с владой угостить а еще принесли вот такой букет лаванды и я теперь уже притащила домой смотрите я ее поставила и ей воды не надо она должна засохнуть а вот это вот у меня кружка как вы думаете откуда люда ты знаешь откуда эта кружка нет да ты что а кружка до скулы скулы у меня такая же только широкая да вот я люди тоже привезла скулы кружка у меня теперь в ванной стоит в общем смотрите какой у нас выбор ром сухое красное людин перчик ой такой же красиво это с ума сойти представляю какой вкусный очень вкусный так в общем ты давай фотка и фотки а я побежала мясо жарить саша сказать еще гуляют вот сейчас для него будет сюрприз так я тут разбираю что я накупила это говядины большой кусок так это что у меня это у меня печень говяжья так тут у меня окорочка вот а это куриные филейки вот сейчас я свой быстрый рецептик быстренько жарю куриные филеечки потому как нам очень быстро надо сделать ужин а вот это маша с мишкой вот этого мишку я привезла вике не мишку а зайца привезла веке когда она еще ходила беременная с машенькой и там такие классные фотки есть и она сидит ноги в сторону с пузом и вот этот заяц а потом его очень любила маша так демонстрирую ножик смотрите это вообще как будто режет не мясо а масло просто это счастье обалдеть другого слова у меня нету я смотрела на эти ножи рекомендую а ручка какая удобная сфоткаешь не пришлюш быстрое приготовление ужина здесь у нас варятся спагетти здесь курочка за пять минут кстати уже тут пять минут есть еще сейчас дожарится я разбираю мята здесь катюхе варится говядина в общем все у нас очень быстро делается правда любила так ребятки смотрите на вот этот перчик это приготовила люда канал людмила капуста слушайте это бомба слушайте это бомба я два вот взяла сказала саша лютки не дадим оставляем на завтрак у нее рецепт на канале подписывайтесь она там готовит греческие блюда очень вкусно очень ну а это моё мясо я хвастаюсь моё мясо до мясо тоже очень вкусно а вот там и огурчики а вот там вот а вот тут наш ром а я уже и каю так все у нас очень вкусно тарелочка люда но за перчик просто огромное спасибо ребята очень простой рецепт очень на канале людмила капуста нет мы сидим гуляем это собака и требует к эти ужас саша дуле к эти это дуле посмотри это дуле историю историю расскажу про маленькую вику вы видели эту дулю которую саша тыкал собаке в нос собака уже на огне так вот и как когда была маленькая совсем маленькая ну и было лет 5 наверно в детском садике прихожу забираю из детского садика у нее такой зелененький халатик вот как сейчас помню с карманчик и она одну руку мне дает а вторая рука у нее в карманчике и так мы идем домой ручка в карманчике ну я понимала что почему-то это рука у нее с кармана не достается короче к дому там нам три минуты идти садик практически под домом заходим на мы а у нас дома компания у меня родители были такие точно как я любители погулять друзья края солнца края солнца даже да вот там за столом сидят друзья это был наверное пятница судя по всему как сегодня сидят за столом друзья там все такое и вот она заходит это малая достает эту руку с кармана у нее вот такая скрученная дуле вытаскивает из кармана гид смотрите это дуля просто все покатились хохотом понимаете ребенок никогда не имел себе представления что такое там никто никогда в доме там не ругался матом тем более не тыкал дули никому и тут в садике кто-то показал дулю она долго складывала сложила засунула в карман потому что очень волновалась как потом она рассказала что она может забыть эту комбинацию комбинацию этой дули и несла ее пока не притащила домой и потом вот так вот всем показала смотрите это дуле вот ведь я была лет пять сейчас на носу ей 40 а мы по сей день эту дулю вспоминаем тихо хочем смотрите это дуле мы тут начали вспоминать истории с дулей люда вспомнила как она дулю папе показала что из-за это было это кошмара но убить меня не убили но меня очень морально зановили боже так нельзя делать а саша вспомнил историю как его папа потерял рассказывал областная больница мы район моста поезда здесь этот парк сосновый бор там 11 барак остался вот это наша была база там стояла 15 бараков строителей моста моста поезд так назывался мой муж жил баракин да тогда были такие условия все жили в бараке это ты только куркулька жила я жила в огромном доме но и это сама а детский садик у нас был аж где это самое где раньше как вам объяснить областной диспансер где был туберкулезный сейчас это вторая больница надо да вот и как раз дает для этих самых для работников не на это был лес был был санаторий туберкулезный всесоюзного значения это что сейчас сосновый бор тоже называется смотри ты посмотри что делать вот и это сама и это их был садик и родители там устроили рядом стоял летний ресторан назывался голубой дунай это типа ривьеры типа у нас как ривьера деревянный такой вот еще я помню бу лодку в алюминиевых бочках на лошадях возили телега и вот это батька очень любил меня забирать детского садика потому что он ходил пить через этот голубой дунай наконец-то началась история ну поехали началась история и вот это я его ненавидел этот голубой дунай потому что они там вверху гуляет двухъярусные кафетерийные столы а мне холодный хек и и риска конфеты и вот это я стою холодный замерз я хочу домой они там себе гуляют и это же батька в очередной раз отгулял посадил меня в санки взял вот так вот руки веревку и идет что-то себе мурлычет короче веревка развязалась на углу получилось на углу где сейчас в областной больнице стоит украинские стравы а мы все равно это не знаю у тебя в лесу заканчивалась территория областной больницы мы вот как раз раз и через мост мост и вот это батя через эту дорогу прошкреб веревка развязалась я это стал остался в санках сидеть он пошел как я могу тебя не перебивать это было в лесу просто ну да лес зима ну и все я сижу зимой 5 часов это уже глубокая темень страшно где-то волки уже воют а ты сидишь в санках я в санках сижу и вылезти боюсь потому что а волки выли потому что собаки вылезти волки и сижу я уже я начинаю замерзать все когда со стороны моста поезда такой мат мама у меня материлась так что ни один мужик материться не будет она сибирячка оттуда такой мат идет и думаю все скорая помощь прибегает батя 1 так вот же он сидит мама него дудух в ухо забрала меня на руки батя самки в руки или строевым шагом кошмар это надо потерять ребенка его потеряли в лесу не замерз бы может быть хватило мозгу но пока я уже когда начал сильно промерзать я понял что надо вылезти и идти туда вот в сторону дома я жнал направление пети куда ты лет лет пять это твою счастье что ты сидел в санках и никуда не пошел ну да что тебя еще и заблудил как бы пошел бы и точно но если я заблудился там матушка бы батю там и прибила она долго не разговаривала захватывающие удар поставлены было не сибиряки так провожаю люду как видите мы трезвые ну по чуть-чуть но людочка уже вызвала такси и мы ждем такси сказали через одну минуту ну через одну минуту на тоже боже капец выходим мы очень доверчивая люда вышла сразу и не зря такси приехала вот все отправили людмилу помахала нам ручкой пока все катичка спокойной ночи провожаем любил уехала все люда уехал